Передаю привет каналу Угу-Угу. Видимо, он очень просил. Всем привет, дорогие друзья! В этом видео расскажу вам о худших комплитах, по моему мнению. Я думаю, вы согласитесь, особенно с первым и вторым местом. В общем, я думаю, вы уже догадались, что будет на первом месте, но всё-таки давайте начнём по порядку. Начать я бы хотел с Мангуста. Мангуста — один из самых популярных скутов среди новичков. На самом деле, в нём хорошего, в принципе, ещё нет. Ценник его пишет около 12 тысяч рублей, но я нашёл магазин с ценой в 6 косарей. Из комплитов лучше за 6 косарей купить гритатом. Там доска прочнее, а так самый лучший варик — это барахолка. Костом за 5-7 косарей будет вполне годным. Но, скорее всего, вам не разряжат купить на барахолке, если ваш бюджет 6 тысяч рублей. Или вы просто не разбираетесь и боитесь купить с трещинами, либо что-нибудь такое. Всё-таки я вам советую найти кореша, который поможет вам выбрать и проверить. Ну и купить с барахолки. Ну, потому что я часто чекаю, и там очень много годных скутов. Так вот, Мангуст. Складывает его везде, где только можно. Самокат, в принципе, полное дно. Следующее, о чём бы я хотел сказать вам, это гритатом. Да. Это тот самокат, с которого начинал я. Но, тем не менее, я придерживаюсь своего мнения купить скут за 6 косарей с барахолки. Атом для небольших ростов новичков нормальный. Тем более 6 косарей. Вот цена для нового скута. Это в два раза ниже, чем у логичного самоката Маюи. И как там его. С такими же характеристиками. Колёса, правда, ватами не очень. Руль тоже. Тем более низкий. А, доска 50 сантиметров на 10. Короче, этот самокат только для маленьких райдеров. Норм пацанов, в принципе, не годится. Поэтому советую искать другой вариант. И ваша дорога на барахолку. На третье место я ставлю самокат Майюи. Или Майю. В общем-то, Твистер. Стоит он почти в два раза больше, чем Гритатом. А характеристики у него такие же. Короче, скут полнейшее говно. Не советую его покупать. Ну и вообще, подобные скуты не надо. На второе место я ставлю Примова 2. Это действительно херовый скут. Но он всё-таки лучше, чем пам-пам-пам-пам. Сами знаете какой. Это те же хрупкие детали. Друг с таким скутом не может поменять колёса местами. То заднее уже потёрлось. И скоро гелик подлезет. Но оно тупо не лезет в вилку. Короче, колёса, наоборот, не ставятся. Руль в этом каплите отличается от того, что можно купить за 5500 отдельно. А по комплитовски Прима руль я порезал руки. Это очень жизнь. Вилка Примова 2 хрупкая, дорогая. Короче, она примерно как компрессор. Компрессор каждый школьник в рашке сложил. Так что вообще не рекомендую. Доска тоже не зашла. Кстати, Прима есть Прима. В общем-то, тормоз, кстати... Ой, футфендер. Если случайно зарубить ногой, то он отогнётся от доски. Ну, то есть изначально на доске он стоит под 90 градусов. А, например, я его погнул с градусов. По-моему, я делал либо 3, либо 180. Короче, его отогнул. То есть он уже был на 180 градусов параллельно доске. Короче, проверил я лично и случайно снёс этот тормоз. Короче, новый стоит 1200. Какие дела, в общем, Прима вдвойне советую. На первом месте, я думаю, все знают, что за скут. Да-да-да-да-да. Примо. Примо 1. От Урбанарт. Начнём с доски. Доска за 5 кусков. Ей жить около недели, тем более, если вы новичок. Как правило, у новичков в запчасти держатся гораздо меньше, чем у тех, кто относится к катанию более сбалансированно. Новички часто падают из крайности в крайность. По себе говорю, серьёзно, вот по себе. Так что, в общем-то, вы часто будете падать, и доска у вас проживёт недолго. Вилка-компрессор. Это просто мда. Я говорил уже раньше, когда разговаривали о Прима В2. Колёса более-менее норм. Если аккуратно катать, то норм. Патрон вроде тоже неплохо руляется. Отдельно стоит 3800. Многие его называют Апекс с ребрами. Ну, вроде он нормальный, но низкий. 57. Это прям вообще низкий-низкий. Короче, не рекомендую. Прима стоит 18 косарей. И Прима В2 стоит 18 косарей. Если уже хотите Урбанар, тем более комплит, лучше уж покупать второй. Ну, всё-таки идите на барахолку и кастомьте. В общем-то, это всё, что я хотел рассказать о худших комплитах. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы поддержите меня лайком. И я продолжу снимать такие же хорошие видео и радовать вас. Всем спасибо и всем пока.